На острове Русский по дороге на мыс Табизина находятся самые популярные в Владивостоке места для отдыха и досуга на свежем воздухе. Здесь, в бухте Карпинского, за сезон скапливается разнообразный мусор. И тогда на местность выходят доброхоты, готовые убираться за другими. Вот и сегодня десятки детей из школы-интерната города Артема вместе со школьным лесничеством Приморья и лесным хозяйством Министерства обороны вооружились перчатками, мешками и решили внести свой посильный вклад в экологию прибрежной зоны острова. Здесь более тысячи машин приезжает сюда. Соответственно, рекреационная нагрузка очень высокая, очень большая. Мусора после отдыхающих остается очень много. В последнее время стало меньше в связи с тем, что люди все-таки, многие увозят с собой мусор. Но, тем не менее, учитывая, что больше тысячи машин в день сюда приезжает, все-таки мусор остается. К слову, организация школьного лесничества под названием «Зеленая планета» сегодня как раз отпраздновала юбилей – двухлетие со дня образования. И потому экологическая инициатива для «Зеленой планеты» стала особенно символичной. И вот они таким замечательным способом решили отметить день рождения. Выехать сюда, убрать мусор. Ну а дальше мы приготовили им угощение, вот, и отметим там за столом, с костром. Дети вместе со взрослыми собирали мусор почти целый день. Самые популярные, если так можно выразиться, отходы – все те же. Пластиковые бутылки, пенопласт, поролон. И именно они разлагаются в природе тысячи лет. Пусть усилия этих ребят – лишь капля в море, недаром говорят, что из миллионов капель и собираются океаны. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.